Мы ждем Сидру Юлию Александровну с докладом по оптимизации технологии паттерновой лазерной коагуляции сетчатки у детей с активными стадиями ретинопатии недоношенных с использованием Integra ProScan. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Немножечко отойдем от центральной зоны. И поговорим о наших самых маленьких пациентах, о недоношенных детях, с которыми мы тоже сталкиваемся в своей клинической практике. Ждем пару минут. Александр, потерпите немножко. Конечно. На сегодняшний день мы все знаем, что основной реформой здравоохранения Российской Федерации и не только нашей страны является выхаживание детей. И, к сожалению, 24-25 недель гестации – это дети уже не предел. Последние дети, которые поступают к нам на лечение, это дети, рожденные с гестацией 22 недели. Соответственно, чем более глубоко недоношенный ребенок, тем больше риск развития у него заплевания, которое мы называем ретинопатии недоношенных. В чем же особенность предупреждения слепоты? Безусловно, это комплекс, который мы видим здесь. Это правильное выхаживание, организация скрининга, безусловно, высокотехнологичный мониторинг и, конечно, использование самых современных методов лечения, учитывая, что мы говорим о детях. До сих пор основным методом лечения активных стадий ретинопатий недоношенных является проведение лазерной коагуляции о воскулярных зон сетчатки. Мы знаем, что лазер коагуляции приводит к блокированию зоны ишемии, соответственно, уменьшает выработку антиангиогенных факторов и стабилизирует патологический процесс, давая возможность ребенку на развитие зрения. Лазерные методики прошли, безусловно, сложный, тяжелый, тернистый путь. Начинали все с криопексии, которая очень долгое время оставалась золотым стандартом лечения. Но на сегодняшний день лазер коагуляции сетчатки является более щадящим методом. Нам кажется, на сегодняшний день вместо криопексии его не должно быть в лечении детской патологии, потому что сложность дозирования криовоздействия, особенно при локализации патологического процесса в заднем полюсе глаза, первой и второй зоне, вы видите, аппликаты нанесены в воскуляризированной сетчатке, а воскулярная как была, не лечена, так и остается. Проведение лазерной коагуляции с использованием бинокулярного офтальмоскопа, естественно, это такое наиболее часто используемое в нашей стране метод лечения. Место этому методу, безусловно, есть. Это маленькие дети, которые, к сожалению, не могут быть транспортированы в специализированные офтальмологические центры. Это дети с очень тяжелой соматической патологией, к которому едет непосредственно доктор, чтобы провести свое время на лазерное лечение. Но с точки зрения лазерного хирурга скажу, что каждый из этих методов имеет очень определенные ограничения, в частности, использование наномного бинокулярного офтальмоскопа. Дети в наркозе могут находиться до полутора часов, а учитывая исходную соматику, этих детей очень тяжело после этого вывести вообще из наркоза. И поэтому внедрение новых методов, таких как использование стационарной щелевой лампы, расширило наши возможности и позволило нам на сегодняшний день положить ребенка на бок, что, в общем-то, стабилизирует не только положение ребенка, но и позволяет доктору-офтальмохирургу, который находится в своем обычном положении, в обычной рабочей обстановке, провести более дозированную, высокоэффективную лазер-коагуляцию. На сегодняшний день в нашем филиале мы имеем опыт более девяти лет работы с паттернами системами, можем показать свои отдаленные результаты. Нами пролечено более 1800 детей с различными стадиями рейтинопотений и доношенных. Но особенностью паттернных систем, которые использовались нами раньше, это система Паскаль, являлось то, что мы работаем с квадратными матричными паттернами, и выбор и размер которого зависит от локализации патологического процесса и степени патологической активности. Безусловно, этот метод лечения зарекомендовал себя очень эффективно. Дети у нас имеют отдаленный период, уже в рубцовом периоде заболевания. Но в чем сложность проведения для лазерного хирурга при работе с паттернами? Вы, наверное, кто бывает на детских секциях, знаете, что постоянно идет дискуссия, какой паттерн оптимальный, почему вы работаете именно с этим видом паттерна, и, конечно, здесь стоит остановиться на чем. Матричный паттерн квадратный, он идеален для понятия стыковки на плоскости. Ну, это как составить пазл к пазл, составить два квадратика вместе. Но, безусловно, как только мы берем паттерн большого размера, как мы говорим, это 12+, что мы получаем? Когда мы его позиционируем на сферу, мы имеем возможность получения неоднородных коагулятов даже в пределах одной матричной решетки. А учитывая, что воскулярная сетчатка имеет определенную протяженность при положении, при изменении положения глаза, либо при положении линзы, состыковать квадрат к квадрату при изменении угла, соответственно, это невозможно, что удлиняет время за счет использования одиночных импульсов. Давайте посмотрим, какие бывают формы вала пролиферации. Абсолютно индивидуально, никогда не повторяются, невозможно увидеть двух детей с одинаковым валом. Зигзаг, линия, волна. Имеем на сегодняшний день систему, которая у нас есть, и отсутствие возможности ротации паттерна в этих системах. Нами была поставлена следующая цель, это оптимизировать технологию паттерной лазер-коагуляции сетчатки с использованием новой интегрированной системы Integra ProScan. Прибор очень компактный, что, безусловно, являлось одним из причин выбора данного прибора. Ни одного провода вы не видите, все достаточно просто. Учитывая, что рядом будет лежать ребенок, у которого необходимо мониторировать функцию дыхания сердечно-сосудистой системы, офтальмохирург ни в коем случае своими проводами, своими системами не мешает доктору-анестезиологу проводить наркозное пособие. Очень удобная система, это модуль управления, это беспроводной трекпад, вы можете расположить его абсолютно где вам угодно, он у вас может поместиться в кармане вашего халата. Сама панель представлена беспроводным планшетом, с которым достаточно легко работать. В чем же явилась особенность, почему мы решили сразу начать с этой системы? Это первая в России система, которая позволяет ротировать паттерны, позволяет их двигать. Я вам кратко представлю видео. Для хирурга, который работал с матрицами раньше, возможность повернуть паттерн так, как вы хотите, возможность оптимально позиционировать, повернуть его и подстроить под любой патологический процесс, учитывая, что мы имели детей, этот прибор стал для нас тем выбором, на основании чего мы, в принципе, и оттолкнулись к выбору данного офтальмо-коагулятора. Итак, с 2017 по 2018 нами было пролечено 40 детей. Вы видите, что это были дети с тяжелыми пороговыми стадиями ретинопатии и недоношенных. Я вам представлю одно из первых видео, когда мы начинали лечение, просто показать, насколько это все достаточно просто. Технология не отличается абсолютно ничем от того, что мы делали раньше. В режиме одиночного импульса вы видели, что мы это тестировали. Затем мы взяли достаточно протяженный матричный паттерн и провели лазер-коагуляцию. Вот мы сейчас повернем. В общем, повторили форму валопролиферации и проводим достаточно быстро дозированное лазерное воздействие на авоскулярную зону сетчатки недоношенного ребенка. Мы смотрели не только результаты, но мы смотрели реактивный синдром, который часто наблюдается у детей, учитывая высокую сосудистую активность. Мы не нашли никакого отличия с тем прибором, на котором мы работали раньше. Но несмотря на то, что лечение было достаточно быстрым, и вы видите, мы повторили патологический процесс, у нас все равно были единичные коагуляты, которые, к сожалению, все равно был эффект гиперкоагуляции. Все-таки работы достаточно много с паттернами. Это заставило нас идти дальше, посмотреть, что же, может быть, мы делаем не так. И ответ оказался достаточно прост. Природа подсказывает нам, мы, может быть, иногда не замечаем, но проработав с различными паттернами, которые мы нашли в данной системе, мы нашли так называемый гексагональный паттерн. Что это такое? Это сота, как у пчел, с точкой в центре. То есть это семь спотов, которые расположены на идеальном расстоянии друг от друга. Это равнобедренный треугольник, и это было доказано еще в 1984 году, что именно гексагональный паттерн имеет самую плотную упаковку по сравнению со всеми другими. Таким образом, математики нам подсказали, как правильно рассчитать площадь сетчатки, которую мы коагулируем, и ту, которую мы оставляем интактной. Так вот, оказывается, в треугольном паттерне, равнобедренном треугольнике, при межспотовом расстоянии в 0,5 площадь, покрытая коагулятами, составляет 40%, в то же время, как в обычном квадратном паттерне у нас составляет 35%. И вы видите эти цифры, как они постепенно меняются. То есть получается, что работая гексагональным паттерном на том же межспотовом расстоянии, мы, получается, большее количество спотов наносим на определенную площадь сетчатки. Сейчас я бы хотела вам показать, что мы делали. И посмотрите, насколько просто, в общем-то, все на самом деле получилось. Мы взяли только одну матричную решетку, только один винт паттерна, это высота, гексагональный паттерн. При оптимальной стыковке, если, в принципе, понять технологию, споты достаточно легко позиционируются один относительно другого, и они накладываются один к одному приблизительно как пазлы. Соответственно, доктор не отвлекается совершенно во время проведения лечения, а кнопкой на джойстике он, в принципе, может выбрать либо режим одиночного импульса, либо снова вернуться вот к этой матрице. Я изменила положение линзы и аккуратно просто повернула паттерн для того, чтобы их спозиционировать с предыдущим нанесением. И остальная, в общем-то, техника остается все то же самое, что вы видели и до этого. Вот так выглядит и воскулярная сетчатка после транспопулярной лазер-конгуляции гексагональными паттернами. Достаточно все четко, равномерно и нет никаких, в общем-то, зон расширения межспотовых расстояний. Что мы сделали? Имея в основе математику, мы позволили себе расширить межспотовое расстояние для того, чтобы провести тканесберегающую методику. Ведь у нас ребенок, у которого глаз еще должен расти. А когда глаз растет, соответственно, нам нужно попытаться получить максимально клинический эффект, но при этом провести максимально щитящее и сберегающее воздействие. Безусловно, общее количество коагулятов отличалось в группе после гексагональной лазер-коагуляции и стандартной, которую мы проводили квадратными матрицами. Соответственно, это уменьшало количество работы коагулятов в режиме одиночного импульса. То есть одиночные импульсы практически нами не использовались. И достигнув того же клинического эффекта, который мы раньше достигали при использовании с квадратными паттернами, мы незначительно сократили время лечения. Безусловно, это статистически незначимая цифра, но имейте в виду, что это ребенок. И провести коагуляцию у глубоко недоношенного ребенка, чем быстрее, тем лучше. Разрешите кратко, я вам покажу несколько клинических примеров. Вот так выглядит коагуляция через 5 минут после того, как я снимаю контактную линзу. Это данная с Редкама. Вот так выглядит авоскулярная зона после гексагональной лазер-коагуляции сетчатки. Вот результаты лечения второй стадии. Коагуляция стала более равномерная. Вот результаты лечения третьей стадии. Посмотрите, какой был исходно высокий вал экстра-ретинальной пролиферации. Через неделю ребенок выписывается. И через 3 месяца коагуляция равномерная. Эффекта гиперкоагуляции нет. Они расположены на одинаковом расстоянии. Таким образом, используя новую инновационную систему Интегри-Проскан, мы позволили себе достичь в первую очередь ткани, сберегающей и очень эффективной технологии лечения активных стадий ретинопатии недоношенных. А благодаря только одной форме, используемой паттерна, мы смогли повторить любую форму вала пролиферации за счет незначительного изменения положения матриц между собой. Таким образом, мы делимся с вами своими первыми впечатлениями и рекомендуем вам попробовать поработать с этим паттерном в принципе и для других сосудистых заболеваний глаза. Спасибо, Юлия Александровна, большое. Очень интересно. Стоит, правда, попробовать.